В минувшие выходные в Старице отпраздновали День памяти первого русского патриарха, святителя Иова, который отмечается ежегодно 2 июля. Второй год подряд к празднику приурочивают торжественное награждение выпускников всех школ Старицкого района. Как и в прошлом году, ребят поздравили представители региональной муниципальной власти и представители духовенства. 11 лет назад эти ребята были здесь же, в монастырском дворе, и слышали напутствие на долгий и нелегкий учебный путь. А сейчас они уже выпускники и стоят на пороге взрослой жизни. Как и тогда, пожелания ребятам высказывают старшие наставники. Выпускников поздравил глава Старицкого района Сергей Журавлев. Мы совместили два таких события. Это выпуск школьников во взрослую жизнь в День памяти великого патриарха и нашего земляка. Я думаю, что напутствие, благословение нашего владыки позволит нашим детям пройти жизнь успешно, хорошо, замечательно, во славу Божью и во славу нашей Старицкой земли и Тверского края. В этот день выпускники радостно принимают благословения и пожинают плоды многолетней усердной работы над знаниями. Софья Лисицына заканчивает школу с золотой медалью. Чудесные годы учебы останутся в ее памяти навсегда, но планы уже построены. Я планирую, это мечта моя с детства, стать врачом. Планирую поступать по целевому направлению, потом вернуться в Старицу, в Тверской медицинский университет. Вернусь в Старицу, буду здесь работать. Мне с самого детства, конечно, хотелось помогать людям, стать полезным членом общества. И медицина, я думаю, там можно реализовать себя в полной мере, хороший карьерный рост. Ну, в общем, все подходит, мне кажется. Теперь Софья в последний раз стоит в классном строю. На этот раз на церемонии благословения в самостоятельную жизнь, которую решили не просто так провести 2 июля. Первый русский патриарх Иов именно здесь, на Старицкой земле, провел свои детские годы и получил образование в школе при Старицком монастыре. Это было в 16 веке, но место по сей день считается святым и пророчит успешную счастливую жизнь. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий подчеркнул, что это очень символично, что большой путь ребят начинается здесь, в святой обители. Вера и Евангелие дали возможность свидетелю Иову быть непреклонным перед теми историческими испытаниями, перед которыми оказалось его поколение. Вера – это основа всего. Не будет веры, не будет будущего. Дай Бог, чтобы эти дети, если не сейчас, то через какое-то время обязательно это поняли. Поняли и созидали. В этот день выпускникам было особенно важно услышать пожелания от главы региона. Дорогие выпускники, вы оканчиваете школу в особый исторический момент, когда весь народ вновь сплотился в защите суверенитета и будущего России. Какой бы дальнейший путь вы не выбрали, не сомневаюсь, что понятия верности и служения Родине навсегда останутся с вами и будут превыше всего. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Приветствие ребятам также направили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и председатель Совета Фонда Возрождения Старицкого Свято-Успенского Монастыря Виктор Христенко. Традиционные наставления для школьников теперь будут регулярно происходить два раза в год. Следующее благословение здесь пройдет в канун нового учебного года. Пусть все у вас сбудется, храни вас Господи! Комитет и мечта!